НАСА опубликовали первые звуки передвижения ровера «Настойчивость» по Марсу. Это, конечно, не так круто, как песни Рогозина, но уже хоть что-то. А кто еще не видел свежие фотографии, присланные марсоходом, обязательно заскакивайте на страницу миссии. Ссылку я прикрепил под этим видео. Самый продвинутый на данный момент марсоход НАСА — «Настойчивость». Регулярно отправляет на Землю изображения с Красной планеты. И те, кто плотно интересуется миссией «Марс-2020», могут удовлетворить свое любопытство, просматривая эту фотогалерею. Там можно найти круговую панораму высокого разрешения и тысячи интересных фотографий с Марса. Для тех, кто еще не слышал первые звуки, которые отправил марсоход, давайте послушаем их вместе. Че? Че? Да вырвите уже эту песню Рогозина, не то. Вот. Марсоход оснащен двумя микрофонами, которые могут записывать как звуки Марса, например, марсианского ветра, так и шум самого аппарата. Это первые микрофоны, работающие на поверхности Красной планеты. Ровер, запущенный НАСА 30 июля 2020 года, достиг поверхности Марса 18 февраля. Основные задачи миссии – поиск признаков возможной жизни на планете и в прошлом, и сбор образцов почвы. Ожидается, что аппарат проведет на планете не менее одного марсианского года, равного двум земным. ГОСПОДА, ВСЕМ ПРИВЕТ ГОСПОДА, ВСЕМ ПРИВЕТ Детские пособия подозрительно бедным жителям. Вот это поворот! Это выплаты к семьям с детьми от 3 до 7 лет, которые нуждаются в соцподдержке. Министерство настаивает на комплексном подходе при оценке нуждаемости семьи при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет. Это означает, что при оценке среднедушевого дохода будут учитываться не только денежные поступления, но и наличие движимого и недвижимого имущества. При низких доходах претендовать на детские пособия смогут семьи, которые владеют только одной квартирой. Впрочем, их может быть и больше, при условии, что на каждого члена семьи суммарно приходится не более 24 квадратов. Точно так же должен быть либо один дом, либо несколько, но с учетом не более 40 квадратов на одного члена семьи. Не помешает получению детского пособия наличие одной дачи, одного земельного участка площадью до 0,25 гектаров. Одного гаража или машины места. Исключение многодетные или семьи с инвалидами. Тут доступны две. В собственности может быть и одно нежилое помещение. Что касается транспортных средств, то получению пособия на детей от 3 до 7 лет не помешает один автомобиль. Для многодетных семей с инвалидами два. Один мотоцикл, одна единица самоходной техники, сельхозтехника и так далее. Один катер или моторка. Причем транспортные средства не должны относиться к люксовым маркам. Препятствием для получения данного детского пособия могут стать и банковские вклады. Годовой процентный доход по ним не должен суммарно превышать величины прожиточного минимума. Это означает, что проблемными могут стать уже вклады и депозиты размером более 250 тысяч рублей. Мне вот интересно, а если ты в метро больше двух положенных раз прокатился, что все? Или, блин, не на 92-м, а на 95-м бензине ездишь? Тоже все? Или, например, шаурму не в обычном, а в сырном лаваше? Тоже все? Или на ладе и на штамповках литых дисках гоняешь? Тоже все? Но, как пишут в Минтруде, теперь помощь нуждающимся станет более точной и эффективной. Одновременно размер детских выплат с 1 апреля на ребенка увеличится, внимание, до 75-100% прожиточного минимума, если базовый размер выплаты все же не позволяет семьям войти за черту бедности. Я реализирую все меры правительства, которые, вообще все программы и меры, которые в Мадридске могут влиять на снижение бедности. И замерили это влияние, определили, что влияет, а что, какие деньги вроде тратятся, но результатов не получать. Объем ресурсов и эффективность. Вот я понимаю настоящий закон по борьбе с бедностью. Вирусное видео с котами продолжает набирать обороты и уже набрало почти 10 миллионов просмотров. Парень снял котов и спросил у пользователей сети, к какому из трех вариантов они склоняются больше. Больше всего выбрали третий. У вас еще остались вопросы, как стать популярным в ТикТок и набрать миллионы просмотров? Я думаю, все и так очевидно. Понравился выпуск? Ставь лайк, бей в колокол, подписывайся. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!